Добрый день, дорогие коллеги! Вот и пришла пятница, и значит сегодня у нас криптопятница с Мариано Ди Валентино, аналитиком компании FIBA Group из города Франковилла, Италия. Мариано, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, участники! И сегодня мы с вами рассмотрим крипту, так как у нас сегодня криптопятница. Я думаю, все вы видели в эти дни и обсуждалось, особенно в соседях, эти новости по биткоину, что очень сильно растет, и другие монеты также следовали за ним. Некоторые на фоне новостней, некоторые из-за того, что коррелируют с биткоином, однако, как и полагалось, что после таких импульсов больших будет определенная коррекция, и она у нас уже началась. маленькая коррекция, и немножко биткоин приупустился. Но мы с вами рассмотрим график не только на дневном периоде, но рассмотрим особенно на недельном. И это очень интересно, почему? Потому что там мы видим более глобальную картину, что же с биткоином происходит, и ключевые уровни. Ну, давайте с вами начнем из новостей. Так, я подключусь к моему экрану. Отлично, давайте. Видим хорошо. Смотрите, это сегодняшняя новость у нас. Louis Vuitton и Dior, они выходят на блокчейн. На блокчейн особенно с новой платформой Microsoft. Почему эта новость интересна? Потому что Microsoft будет использовать блокчейн Этериума, Эфира. И этот блокчейн Эфира, он под названием Aura. И этот, скажем, будет возможно более отслеживать оригинальность самого продукта, как высшие моды. Но нам почему эта новость интересна? Тем она интересна, что такие гиганты, как Louis Vuitton и Dior, если они подключаются к блокчейну Эфира, а это очень положительно самому Эфиру. А это значит, скажем так, больше объемов для самого Эфира и потенциальный его же рост. Почему? Потому что мы видим, что все-таки Эфир внедряется даже в моду. И это очень хорошая новость, особенно для самого Эфира. Конечно, она и является положительной новостью для функциональности Microsoft. Однако я ее рассматриваю как потенциальная новость для самого Эфира, которая в дальнейшем ему может дать хорошую прибыль. Это у нас недельный график. Давайте рассмотрим его. Также новость сегодня выложила, как видите, два часа назад. Это у нас недельный график Bitcoin-доллар. Мы потом с вами, конечно, рассмотрим еще и дневную ситуацию. Но что мы здесь видим? Мы видим, смотрите, это у нас, когда Bitcoin достиг 20 тысяч, и потом, конечно, у нас был упадок. Конечно, если мы поставим здесь трендлайн, мы видим, что здесь была цена пробила, скажем, такой нисходящий канал, долгосрочный очень, и движется на повышение. Цена доходила эту неделю и больше 8 тысяч. Однако, как вы видите, оставил за собой большую тень и пошла, скажем так, в консолидацию. Но что мы здесь видим? Мы видим у нас, как я вам сказал, что на недельном графике более беднее, скажем, поддержка и сопротивление. Как мы видим здесь, цена очень долго тестировала, а это у нас, как вы видите, здесь и 6 тысяч. И цена долго тестировала, тестировала, и потом было у нас пробитие. Однако сейчас мы вышли с этого дипозона, с этих объемов. Как вы видите, здесь у нас цена очень долго останавливалась, и мы закрепились выше. Это хорошая новость. Однако сейчас мы ждем, чтобы цена закрепилась выше круглого уровня, 7500. Она чуть ниже текущей цены сейчас. Надо посмотреть, будет надевно, как заменились ли ситуации. Но мы сейчас видим, что все-таки цена чуть ниже 7500. И я ожидаю, что все-таки, так как мы сейчас на уровне этих объемов, и цена долго тестировала этот уровень поддержки, думаю, ниже у него мы не упадем. К крайним случаем можем упасть к уровню 6 тысяч и оттуда делать отскок на повышение. Однако я рассматриваю ситуацию в том, что биткоин не упадет сюда к уровню 6 тысяч, а продолжит расти к 10 тысяч. Так как здесь укрепление цены, здесь уже возле этих объемов. Я не вижу таких очень больших объемов, чтобы после такого прорыва, чтобы его остановило. Так что это я не думаю, что такое медвежьая ситуация. Думаю, это просто у нас коррекция. И с потенциалом роста и теста, вот где ожидаю тест, это к 10 тысяч. Вот здесь, как видите, здесь я ожидаю столкновения с этими объемами, с этим тестом. Так что ожидаю цену к росту в 10 тысяч и потом рассматривать дальнейший анализ пробития или будет у нас не пробитие. Вот. Ну, давайте посмотрим далее, какие у нас информации. У нас есть новость, чтобы гигант электрической компании, как видите, здесь Electri de France и французская электричная компания, она объединилась с приложением Ethereum iXS. И это хорошая новость. Почему? Потому что сама компания старается найти новые методы подхода к блокчейну и использованием его. И это хорошая новость. Вторая новость, хорошая для самого эфира. Точнее, эфир имеет очень хорошую потенциаль, как, скажем, на долгосрочной перспективе, потому что он постоянно сейчас сотрудничает с большими гигантами, которые к нему вошли с доверием. Вот у нас новость. Это была у нас вчера новость. Биткоин, как вы видите, здесь, после того, как он и дошел до 8 тысяч, очень быстро дошел до 8 тысяч. Думал, будет больше ретестов, но ретестов так уровней. Но все-таки биткоин стремительно пошел к 8 тысяч. Но, как вы видите, были две новости этой недели. Даже одна есть, я опубликовывал ранее по Эбэю. Была новость по Эбэю, что на конференции в Нью-Йорке по консенсусу были посты, которые делали намек на то, что Эбай скоро примет биткоин и будет, возможно, расплачивать за покупки. Однако Эбай и другая новость была Emirate Trade. И также она тоже говорила, что, возможно, будет потенциал принятия криптомонет. Но эти две компании, скажем таки, два гиганта, они отошли от этих слухов и сказали, что это все неправда, что это был просто, скажем, такой подход рекламный. Но ничего еще не принято и ничего не подписано. Так что после таких новостей, отскока от таких новостей в негативной... Некоторые аналитики считают, что это именно потому, что и биткоин сделал эту консолидацию. Вот. Вторая новость, очень хорошая новость, очень перспективная новость для трона. Смотрите, сам гигант веб-браузер Opera сейчас предоставит кошелек, трона кошелек, где можно будет хранить не только эту же монету, но даже монеты, токены на основе TRG. Токены, которые были выпущены на основе TRG, как и эфир, имеет свой акроним, который тоже выпускает монеты на RG20, выпускает токены на основе эфира. А это TRG, которые с позволением блокчейна трона можно выпустить другие монеты. И вот веб-браузер Opera сейчас выпускает кошелек, где можно будет хранить не только TRG, но и TRG. Это хорошая новость, очень хорошая новость для самого трона. Почему? Потому что именно принятие трона и выпущение кошелька трона в Opera, это облегчит ситуацию и возможности хранения его самого трона и токены трона. До недавних пор было сложно хранить, особенно то, что касается токены TRON. И, как видите, здесь новость очень положительная. И я думаю, что она очень хорошо повлияет на сам TRON. Кстати, недавно и сам, скажем, создатель TRON рассказывал, Джастин рассказывал то, что ожидаются крупные новости, что касается TRON и BitTorrent, другого токена. Это у нас TRON. Также это было два дня назад, 15 новостей. Очень хорошо у нас был рост TRON на этот период. Так, это у нас новость Oracle Network Chainlink. Видите, как здесь на конференции в Нью-Йорке, концепсус 2019, Chainlink запустил сеть Ethereum Minet. И это хорошая новость для Ethereum. Почему? Потому что она именно использованием Ethereum Minet, чтобы переводить деньги, скажем так, валюту, переводить валюту на разные, как видите здесь на самой картинке, на PayPal, на Visa, на MasterCard. Вот. И это очень хорошая новость. И, как видите, здесь Chainlink соединяет умные контракты и подключается к любому IP, чтобы отправлять куда угодно платежи. И это очень хорошая новость, потому что это объемы. Это объемы, денежные объемы, которые будут использовать Ethereum Minet, сам блокчейн Ethereum. И это очень положительная новость для Ethereum. Как видите, уже три новости очень хорошие, очень положительные для эфира. Так что я не вижу, что, не думаю, что будет такая ситуация, что рынок, особенно то, что касается эфира, будет у нас долгое падение или консолидация с такими положительными новостями. Это у нас была также новость. Ripple вырос на 22%, потому что на криптобирже Coinbase Pro монета Ripple вышла на Coinbase Pro. Обычно такие новости очень хорошие. А также, как видите, здесь Visa объявила, что приобрела платежную сеть EarthPort, которая является партнером Ripple. Сама Visa, вот, скажем так, приобрела вот такую сеть, которая приобрела Ripple. И это тоже хорошая новость. Две хорошие новости, которые дали Ripple. Вот 22% скачок, скажем так. Но что у нас здесь сегодня? Посмотрим общую картину. Вот у нас общая картина. Общая картина негативная. Мы видим здесь, что все основные криптомонеты, стоповых монет, мы видим сегодня, что они у нас падают. И это, конечно, скажем так, не очень хорошая ситуация, но ожидалось, ожидалось, что после таких импульсов будет у нас определенное падение. Как видите, большинство токенов эфира падают. Как видите, Bitcoin, Ripple, эфир, они у нас сами трон, самые топовые монеты у нас сегодня идут на понижение. Но рассмотрим картину. Смотрите, это у нас дневной график самого биткоина. Смотрите, какая у нас картина. Это у нас более старый. Еще анализ, еще стрелочка, видите? Ну, вот я думал, что после такого импульса, импульса большого, прошла, что мы с вами рассматриваем, нас цена даст консолидацию к этому уровню. Вот, к этому уровню. И размер Fibonacci идет с последнего, скажем, такого лова, где у нас был пробит восходящий канал, к этой вершине хая. И мы рассматриваем вот эту ситуацию, ну, чуть-чуть, да, где-то эту ситуацию, что биткоин то пойдет вниз, или что будет доскок от этого уровня. Fibonacci 061. А сколько не было, были еще две дневные свечи на повышение, но, как вы видите, здесь вот у нас сегодня такая картина. Все-таки биткоин у нас пойдет тестить, тестит вот этот уровень 061. Как вы видите, здесь у нас еще другой Fibonacci, из другого расчета есть. Так что вот 061, да, два Fibonacci расчета, которые нам показывают уровень достаточно такой интересный. А это у нас уровень 6763. Вот уровень именно 6763 будет цена тестировать. Все-таки я буду рассматривать, скажем, отскок от этого уровня. Конечно, если у нас будет пробит этот уровень, то ожидаем, что цена упадет где-то вот, скажем так, круглое число 6000, потому что у нас здесь 6022, как мы видели на, скажем так, на недельном графике. Вот у нас недельный, так-так-так-так, где-то у нас был. Вот 6000, вот этот уровень именно, где цена как раз, долго ждали пробития его, и он и случился, это пробитие. После такого пробития, как видите, цена, у нас был сильный импульс на повышение после его пробития, а именно уровня 6000. Так что вот этот уровень 6000, это наша вторая зона поддержки. Вот, но все-таки буду рассматривать сначала, буду сначала рассматривать 6763. Зону вот эту. Зону буду рассматривать как отскок и на повышение, точнее, жду вторую волну. Ну, вот, и, ну, если мы посмотрим, так-так-так, нет, это, нет, как его, индекс криптовалют, и это мы сегодня также видим негативный, отрицательный. Смотри, какая большая свеча негативная. В этом индексе 10 топовых монет, и мы видим сегодня очень сильное, очень сильное падение, прям три дня роста одной свечой пробили. Так что сегодня негативные, негативные настроения, как вы видите здесь, и большинство криптомонет падают. Ну, негативные, для кого негативные? Мы говорим негативные, потому что с точки зрения долгосрочного, если уже ордера у нас стоят, но никто нам не запрещает перейти на метатрейдер сейчас, особенно в нашей компании Fibro Group, и делать скальпинг на понижение, особенно с таким настроением. Сейчас, конечно, очень много паники, очень много продавцов, и что нам мешает просто входить по скальпингу на понижение, на понижение, используя там уровни или паттерны какие-то. Вот, так что я вижу в этом потенциал. Я сам буду сегодня рассматривать именно на такой панике падение, рассматривать ситуацию на понижение. Но идем далее. Смотрите, это у нас Litecoin, Litecoin доллар. Как вы видите, цена у нас вышла с этого, скажем, зоны. Очень долго ждал, чтобы цена ее пробила. Как видите, было пробитие, определенная консолидация. Потом у нас цена упала. Я еще... Мы еще здесь рассматривали на... Где у нас появился импульс по пробитию бычьего канала. Мы рассматривали эту зону. Это же старый еще анализ. Мы рассматривали здесь отскок. И отскок случился. Мы рассматривали, отскок, когда будет пробит еще тренд-лайн у нас как сопротивление. И это случилось. У нас он пробил, и цена, смотрите, куда пошла. Очень хороший был ход и потенциал заработка на этом анализе. Цена, как видите, здесь сейчас выше этого уровня. И что я буду ждать? Я буду ждать, чтобы цена спустилась к уровню 79.22, где-то здесь. И буду рассматривать отскок. Буду рассматривать отскок. Но это, конечно, буду включать сначала, какое будет настроение самого крипторынка, криптоиндекса. Потому что, возможно, что и цена сюда не дойдет. Точнее, цена может быть где-то к области дойти 82.63. И отсюда отскочить где-то. Так что надо будет общую картину рассматривать положительные настроения, линии, отрицательные настроения. Но если цена упадет, то упадет ниже, конечно, будет тогда тестить уровень 79, а затем 74. Fibonacci 0.61. 79 – это Fibonacci 0.5. Так что первый уровень, скажем, такой ключевой уровень поддержки – это 79.20. Второй уровень поддержки – это у нас 74.80. Идем дальше. Это у нас ETH, 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 DOLLAR. Как видите, здесь бывший канал у нас был пробит. И большими свечами мы пошли, очень большими свечами мы пошли на повышение. Сейчас цена, конечно, у нас консолидируется. Но все-таки я думаю, что будем отскакивать с уровня сначала 0.5 по Fibonacci. Будем отскакивать эту поддержку. Это у нас 214.60. И потом 0.61, конечно. А это у нас 199.36. Вот именно ключевой уровень 0.61 по Fibonacci. Как видите, здесь у нас цена тестировала, здесь у нас тестировала. И, конечно, у нас было пробитие. Но если вы помните, самое главное, чтобы цена закрепилась, когда мы делали еще в прошлый раз обзор. Нам было важно, чтобы цена закрепилась выше этих объемов. Потому что как раз цена находилась где-то здесь. У нас цена такими импульсами вообще вышла и выше. Сейчас цена находится выше этого всего скопления ценового. И так что будем рассматривать именно 214.60 как уровень поддержки. И потом второй по Fibonacci, 199.36. Идем дальше. Ethereum Classic. Это у нас, как вы видите, это прошлый у нас обзор рынка. Филетовая, это у нас Fibonacci 0.61. Как вы видите, цена, да, был у нас сильный импульс. Но в прошлый раз мы рассматривали эту ситуацию, что цена у нас будет тестить. И все-таки, возможно, у нас будет отскок. Отскок у нас получится не сразу, но все-таки вот цена находится ниже этого уровня. 0.61 по Fibonacci. Так что, что здесь мы ожидаем? Мы ожидаем, что цена опустится сейчас к 6.677. Это 0.5 по Fibonacci. И будем рассматривать, как цена будет тестить этот уровень, чтобы делать предположение. Будет ли отскок или будет ли пробой? Конечно, если у нас будет пробой, то мы вернемся опять в эту зону, которую цена очень долго старалась прийти. Если вы помните пробитие вот этих ордеров, мы ждали. И потом, когда цена пробила, мы укрепились выше 0.61 и 0.5 Fibonacci. Так что, если цена у нас упадет, то упадет достаточно сильно. Если не будет у нас отскока от уровня 0.5 по Fibonacci другого расчета, то цена вскоре всего дойдет первому Fibonacci. 0.05, это будет 6.072 и 0.61. Так, поставим. 0.61, это у нас будет 5.68. Это где достаточно долго у нас цена находилась и по пробитии, и укрепление ее. Я ожидал, что все-таки у нас будет рост. И если цена опустится, будет также тестить очень долго эту зону. Так что, пока с настроением таким негативным, мы видим по Ethereum Classic, что у нас есть. И будет все-таки, как вы видите, здесь даже есть паттерн, двойная вершина. И все-таки мы будем ожидать краткосрочное падение. Но рассматриваем зоны, рассматриваем зоны поддержки и как цена будет реагировать. Ripple очень хорошо у нас вырос. Самое большее после последнего нашего анализа, если вы помните, у нас два вот этих канала нисходящих. Цена у нас находилась ниже нашего уровня 0.31, который то пробило. Мы ждали, чтобы цена вернулась сюда выше. И в прошлый раз мы рассматривали, когда цена была у нас в таком канале, и по пробитии его мы рассматривали положительную ситуацию, что будет у нас рост. Рост с целью дойти к уровню 0.36. Вот сюда дойти и будем фиксировать прибыль. У нас цена пошла и выше, и выше. Так что вот сейчас цена тестировала вот этот уровень, где мы ожидали фиксировать нашу прибыль. 36. Цена сейчас его тестирует. И посмотрим, как она закроется сегодня. Если цена сегодня закроется ниже этого уровня, то, как видите, где цена скопления объема у нас была. Если цена закроется ниже, то будем рассматривать как разточные падения и к тесту уровня 0.33. Вот сюда где-то пойдем. Как видите, здесь цена также очень долго тестировала у нас эту область. Если цена у нас укрепится ниже этого уровня, то, скорее всего, она упадет к 0.33. Но не сразу надо торопиться. Надо посмотреть, как и другие свечи пойдут. Потому что если у нас будут тени, или вторая свеча будет у нас доджи, или другая свеча о развороту по пресекшену, тогда это будет считаться ложный пробой. Так что все зависит от объема, который мы будем видеть по закреплению цены ниже. И по самому пресекшену будем рассматривать тогда. На данный момент я все-таки думаю, что вот эти скопления цены, вот это скопление объема, мы ожидали очень долго тест, мы тестили. Так что все-таки я думаю, что цена у нас обратно вернется на повышение. Конечно, мы пробили Fibonacci 0.61. Вот у нас фиолетовый ур, скажем, область вот эта зеленая. И 0.61 Fibonacci внизу у нас оранжевая, это у нас 0.5 Fibonacci. Мы пробили ее, и в общем это у нас сейчас сопротивление. Так что здесь торопиться на покупку надо, не надо спешить. Нам главное, чтобы цена закрепилась выше 0.61 Fibonacci, вот сюда. Этот уровень нам должен служить как поддержка, не как сопротивление, чтобы мы рассматривали более длительные покупки где-то к этим объемам. Вот, видите, здесь у нас был другой расчет по Fibonacci, кстати, цена его тестила и отсюда, кстати, и отскочила. Даже не дошла к этим объемам, сначала столкнулась с этими, как мы в прошлый раз рассматривали. Но сейчас самое главное, чтобы, вот, как видите, цена тут спускается, тут повышается, нам самое главное, чтобы цена закрепилась выше, выше 0.39. Для того, чтобы ожидать более долгосрочной покупки, нам эта область должна служить как поддержка. На данный момент, на данный момент, на данный момент мы тестим. Тестим 0.36, и это первый наш уровень поддержки, и второй наш уровень поддержки, это 0.33. Это то, что по Ripple. Рассмотрим с вами Dash. Dash у нас закрепился выше 0.61. Вот здесь, мы ожидаем, чтобы, где мы рассматривали покупки по пробитию этого трендлайна. Так и случилось. У нас Dash пошел на повышение, и сейчас он в консолидации. Ожидаю, рассматриваю покупки с уровня, с первой области поддержки. Это у нас 127. Вот 127.27. Это 0.61 по Fibonacci. Будем рассматривать как зону поддержки и потенциальную зону покупки. Как видите, здесь трендлайн у нас был пробит. Точнее, у нас здесь, скажем так, есть такой канал, как видите здесь, медвежий канал, который был пробит. И это зона, скажем, начало импульса. Начало импульсного движения считается как сильная зона поддержки. Так что рассматриваем область 127 как сильную область поддержки с потенциалом на повышение. Будем рассматривать покупки. Это у нас NEM, NEM доллар. NEM доллар, как видите, очень-очень-очень сильный, большой импульс у нас был. И сейчас у нас пошла консолидация. Конечно, после такой тени. Как видите, здесь мы столкнулись и с этими объемами. И здесь две фиолетовые линии, потому что здесь два Fibonacci 061 с разных расчетов. Так что цена у нас, да, пробила, но не укрепилась, чтобы эта зона нам служила как поддержку для дальнейшего хорошего движения на повышение. Цена у нас вернулась обратно. Обратно этому уровню, который нам сейчас, вот этот 2 фиолетов 061 по Fibonacci, сейчас нам служит как сопротивление. Точнее, если цена у нас сегодня закроется выше, точнее, ниже этой области, то мы будем ее рассматривать просто как отрицательное, ну, как сопротивление. Нам главное, как и в Ripley, укрепиться выше 0.09.07. И тогда, когда цена укрепится здесь, мы можем ожидать хороший рост хотя бы где-то к уровню. Вот сначала первому тесту, это у нас будет 0.1468, ну, конечно, выше, вот скажем так, выше вот этой ситуации, выше вот этого объема. И тогда, ну, сначала тест где-то сюда, и потом будем рассматривать и выше, точнее, будем ожидать большие хорошие импульсы. Но самое главное, что нам сейчас цена закрепилась выше 0.09. Прошлый анализ нас хорошо отработал, даже очень хорошо. Вот, я рассматривал покупки по пробитию трендлайна как уровень сопротивления и пробитие вот этой зоны, где у нас цена поддержки, где в то время служила как сопротивление, где цена очень долго тесила. И только большим объемом, большей свечой на понижение было пробитие и дальнейшее его падение, сформировав нисходящий канал. И, как видите, здесь по пробитию его мы рассматривали покупки. Мы рассматривали покупки и с первым тестом сопротивления, это у нас был первый тест 0.07, как сопротивление, он был пробит, и цена даже пошла выше. Но сейчас у нас вот такая ситуация. Негативная немножко, но все-таки я ожидаю, что у нас будет хорошее, что это краткосрочное у нас падение после такого сильного импульса. Мы столкнемся сначала с этими объемами. Так что, если цена у нас закроется ниже уровня 0.08, конечно, будем оскакивать, рассматривая зону поддержки от уровня 0.07, как уровень поддержки. Но ранее, чем мы дойдем на этого уровня, я думаю, вот будем тестить вот этот high, вот будем тестить сюда, как видите. Вот. Будем тестить вот этот high, будем тестить, как уровень поддержки. Как видите, здесь цена оставила тень, и здесь у нас достаточно хороший был тест. Так что первый уровень поддержки, это у нас 0.0781, и второй уровень поддержки, это у нас 0.07. А, в общем, если рассматривать, это у нас будет вот зона интереса покупателей, где можно будет рассматривать точки входа, точки входа на покупку. Вот. Но, конечно, сначала, как я вам говорил, сначала мы протестируем 0.07, и потом 0.0717, и выше 0.781. Вот. Так что будем смотреть и наблюдать дальше, что будет идти у нас. Это у нас Monero. Monero у нас хорошо отработал. Мы пробили цену 0.71, это у нас прошлый анализ. Ждали пробития вот этого теста. Как видите, у нас очень долго тестила цена этот уровень 0.7154. И по пробитию его и укрепление цены мы ожидали с ретестом, мы ожидали рост. У нас рост случился, потому что, когда пробиваются важные уровни, это, как всегда, как всегда бывает, у нас цена по пробитию уровня идет чуть-чуть вверх, идет ретест, идет потом дальнейший рост. Как вы видите, у нас было пробитие, у нас случился ретест. Вот. Дошел к этому хаю, как видите, здесь, и отсюда пошел на повышение. Так что сам технический анализ прошлого раза у нас хорошо отработал. На данный момент у нас консолидация, но все-таки я буду рассматривать эту зону, которую очень долго цена тестировала, которая является очень сильной зоной поддержки. Будем рассматривать эту зону поддержки как потенциальная зона покупок. Это у нас 71.54. Вот. Ну, на этом у меня все. Передаю вам слова, Игорь. Хорошо. Спасибо большое вам за ваш обзор, Марьяна. Марьяна, как сами торгуете на этой неделе? Активная неделя получилась? Да, очень хорошая неделя. Знал бы, что будут такие импульсы. Ну, я думаю, это в любом техническом анализе. Не закрывал бы так скоро. По всем анализам, вообще по всем анализам все хорошо пошло. И везде была прибыль. Конечно, сейчас немножко кусаю локти. Увидел, что цена потом еще выше пошла. Но это у меня были ордера уже выставлены. Я все-таки рассматривал, что такие импульсы долго не будут. Просто никто не знает, насколько долго импульс будет. А он был на день больше, скажем так, продолжился. Закрыл пораньше. Но все-таки я довольный. Почему? Потому что если бы закрывал, не знаю, сейчас, как видите, сегодняшний свеча, ну, по некоторым криптомонетам перебило 3 дня. Так что если бы сегодня закрывал, то по некоторым у меня бы были убытки, а по некоторым хороший плюс. Так что я даже не знаю, хорошо ли я поступил или нехорошо. Однако прибыль у меня за эту неделю пошла хорошо. Я понял вас. Я так понимаю, по крипте у вас, наверное, на этой неделе больше прибыль, чем по валюте. Да, у меня были сделки по фунту на понижение. И фунт продолжил был падать. У меня был фунт... Подождите сейчас, давайте я подключусь, посмотрим. Давайте посмотрим. И, кстати говоря, обсудим, фунт ждете дальше вниз или нет? Давайте посмотрим. Так, у меня был обзор. Так, 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 где он? Вот фунт у меня был с Нью-Зеландским долларом на понижение рассматривал. Потом, я помню, еще был и фунты. А вот, как видите, и австралийский доллар на понижение 3 дня назад. И с долларом, так, чтобы у меня было на понижение. Так, давайте посмотрим, поставим. Так, ну, давайте с этим. Так, это у меня вот отсюда. Я входил, а здесь моя точка входа была. И потому что она как раз на уровне... Я люблю Fibonacci, люблю использовать Fibonacci. Вот. И, как видите, здесь 061 был хороший, скажем, уровень сопротивления. Я отсюда входил на понижение. И вот цена, как видели там, 3 дня назад все-таки у нас падает. Это у нас 4-часовой график. У нас цена до сих пор падает. Вот. По доллару у меня вообще хороший был, помню, плюс. Вот. Уже даже тут не смотрю. Ну, это у меня краткосрочная торговля. Это у меня внутридневная торговля. Я обычно ее провожу по скальпингу. Или на часовом, или на 4-часовом таймфрейме. Вот. Как видите, у меня риск 2 к 1. И, как видите, здесь хороший, очень был, хороший был плюс. Почему я входил здесь? Здесь было бы с Fibonacci. Все понятно. Потому что вот у нас здесь скопление цены. Вот. По пробитию вот этой области, вот этой области, это нарушение. Это значит, что все-таки сначала мы пробили вот это. И это уже было плохо для покупателей. Почему? Потому что нарушился баланс. Точнее, у нас были вдруг покупатели и подпокупатели. Вот у нас хай. Все. Хай не обновился. Пробитие лова последнего. И уже здесь можно было наблюдать, как только продажи. Только продажи. А когда у нас пробился вот где-то отсюда 1.30195, то все. Здесь я уже рассматривал только продажи. И у нас хорошо пошли продажи. Вот. Это у нас было по НЗД. Вот. Также было закрылось хорошо. Как видите, здесь. Три дня так же назад. Вот нарушение вот этого скопления. Здесь у нас покупатели очень хорошо пошли на покупки. Все. Были продажи. Еще отключились, но с таким хвостом. В таком хвосте можно по, как его, по кластерному анализу свечевому, где свечи можно посмотреть объемы. Скорее всего, вот здесь, вот в тени были продавцы. Вот были продавцы. Даже если цена закрылась, а вот зеленая, с таким хвостом, если в тени, скорее всего, у нас были продавцы. Но я рассматривал сам перелом рынка, особенно вот этой части, и входил на понижение. Выставил ордер 2 к 1, и даже 2.04 к 1, и хорошо отработал. Сегодня я рассматривал доллар-иен. Не знаю, там еще она идет, работает еще. Вот. Я рассматривал покупку. Почему? Потому что у нас здесь 0.61 Fibonacci. Такой диапазон 0.5-0.61. Очень интересный. Цена его долго тестила. Было у нас пробитие. Вот у нас хай обновился. Уже не здесь, а уже вот здесь. Ловы у нас повышаются. Так что я здесь вот именно вот эту ситуацию рассматривал, как покупки. Так же по доллару и канадскому доллару. Но пока, как видите, немножко иду в минус, потому что открытие у меня было ниже. Вот здесь. Скорее всего, посмотрю, как вот эта свеча закроется, и буду закрывать, не дожидая стоп-лосс. Ну, буду рассматривать ситуацию, что как пойдет. Ну, вот так. Вот такая ситуация была у меня по валютам. Ясненько. Поняли вас, Марьяна. Спасибо большое. Я, глядя на ваш график, узнал, как называется фунт-доллар по-итальянски. Он называется стерлино-долларо. Стирлино-долларо статуни-тенце. Что? Это что вы сейчас сказали? И доллар США. Ну, на русском это доллар США. На итальянском это доллар статуни-тенце. Стати унити. United States. Ярко. Доллар статуни-тенце, потому что есть еще доллары. Доллар неодзеландезе. Это Нью-Зеландский доллар. Доллар австралиано. И доллар канадезе. Канадез. Ну, да, канадский доллар. Ну, они обычно, вот эти все доллары, как вы знаете, канадский, австралийский, нью-зеландский, ну, прикреплены к нефти. Точнее, это такие нефтевые монеты. Так что надо, в общем, рассматривать ситуацию, как нефть идет, чтобы торговать такими монетами. А скажите еще раз, как долларо полностью? Долларо, а дальше какое? Доллару статуни-тенце. Или можно даже сказать долларо американо. Долларо статуни-тенце. Да, мы легких путей. Статуни-тенце. Да, сейчас попробую. Мы легких путей не ищем, поэтому все по полной. Долларо статуни-тенце. Се. Статуни-тенце. Окей. Долларо статуни-тенце. Коллеги, не так просто на иностранном языке говорить. Долларо статуни-тенце. Окей. Перфекто. Все. С легким наполитанским акцентом. Спасибо. Спасибо большое вам, Марьяна, за ваш обзор и по криптовалюте, и по валюте. Тему доллар, фунт-доллар мы, конечно, сейчас продолжим, потому что это тема дня на валютном рынке, без сомнения. Все уже успорились тут, будет ли фунт дальше падать или нет. Вы, кстати, что думаете? Будет дальше падать в ближайшее время? Или все, уже остановили? Ну, фунт настолько сильно упал. Ну, сейчас давайте я, как всегда, рассмотрю Fibonacci. Друзья, подсматривай. У него есть еще падение. Есть еще возможность падению. Тут надо вообще смотреть. Но смотрите, если мы... Так, у нас есть еще время падения. Где-то в область 1.267 есть еще падение. Потому что потом у нас... Смотрите, я подключусь. Давайте. 1.2670 видит Марьяна. Коллеги, будьте бдительны. Это все-таки еще проход вниз. Смотря какие стопы, для некоторых это может быть критично. Ну, вот смотрите. Вот у нас Fibonacci. Вот у нас сильная точка 1.61. Который, если мы посмотрим, потому что мы смотрим на 4-часовом, если мы посмотрим, то мы сталкиваемся вот с этими объемами. Точнее, где-то вот здесь. Вот даже мы сделаем вот так. Вот такую. Так, раскрутим. Вот где-то сюда. Потому что, смотрите, вот у нас REST-тест. Вот у нас был тест. Отскок. Вот у нас еще тесты. Отскок. И потом, смотрите, у нас было пробитие. Скажем так, даже если рассматривать одну свечу, это бы было у нас ложное пробитие. Если на дневках, возможно. Потому что у нас было пробитие. Вот двойное дно. Вот. И цена пошла на повышение. Сейчас, скорее всего, так как вы видите здесь, цену долго тестировали. Если цена упадет, если цена упадет, потому что цена уже на падении, мы уже в этой зоне. Точнее, скорее всего, покупки, если рассматривать покупки, можно скакивать от этой зоны. Если в точечном, ну, если рассматривать как Fibonacci, как видите, здесь и Fibonacci у нас есть. Это у нас 1.61 Fibonacci. Это у нас зона 1.267. Вот. Это если рассматривать. Точнее, я бы здесь, конечно, если рассматривать кфроткостойка, если рассматривать скальпинг, то можно рассматривать там покупки, а сколько от уровней, то можно рассматривать там. Но здесь я вижу вот такая ситуация. Вот такая ситуация. Вот. Если мы посмотрим с вами, можно еще, ну, ладно, нам это трейдер. Да, здесь не хватает. Так что я все-таки думаю, что цена упустится у нас сюда и оскочит. Я понял. Ну, если не будет хорошей новости какие-то, что дадут импульс на повышение. Но пока я вижу падение. У нас долго уже падает. У нас нарушение. Скорее всего, знаете, что у нас будет даже ретест этого уровня. где-то, да, вот и сюда, вот где, вот нарушение. Вот у нас нарушение произошло. Вот продавцы выиграли. Вот пробитие было у нас вот этого, как видите, вот этих объемов, вот этого ложного пробоя. Вот нас плыли. Скорее всего, цена может даже, если упадет, пойти сюда по тесту, иди заново упасть. Точнее, вот такая ситуация. Ясненько. Поняли вас, Марьяна? Спасибо вам большое за ваш обзор по криптовалюте и по валютному рынку. Вам хорошей торговли сегодня и хороших выходных впереди. Спасибо, Игорь. Спасибо, участники. До свидания. Всего доброго. До свидания.